Ни двор, ни дороги. Наши дети падают, ноги ломают, руки ломают. Бабуленьки тоже. Моя колено уже коллегой стало. Мужики инвалиды. По документам практически в центре, а по факту, как на забытой окраине. Уже несколько десяток лет у местных жителей такие ощущения вызывают их полуразрушенный двор. Своими силами не так давно они сделали детскую площадку. Недорогую, скромную, говорят жильцы, но так долго продолжаться не может. Мы как можем, вот так, как говорится, стараемся содержать его. Раньше мы и красили, и эти доски, эти лавки мы сами сделали, деньги собирали. Эти деревья мы сами сажали. Это все наша заслуга. Но сколько можно? Когда мне было пять лет, в этом дворе не было ни одной машины. Была прекрасная детская площадка. Все мое детство прошло вот здесь. Я сейчас не могу выпустить своего ребенка во двор, потому что ему элементарно негде играть. Близко даже нет территории, куда я мог отправить своего ребенка и быть уверенным, что он комфортно, в безопасности находится и проводит свое время. Жильцы этих домов неоднократно обращали в соответствующие инстанции с просьбой включить их в программу. Но ответ один – нет финансирования. Рассмотреть их двор могут лишь к 23-му году. Но ждать люди устали. Ровный тротуар и гладкая дорога во дворе дома. Вся эта красота у соседей, говорят жители дома, но никак не у них. Все, все дворы отремонтированы. Хотя эти дворы были на много лучшем состоянии, чем наш двор. Посмотрите на нашу придомовую территорию. За 20 лет нас сколько угодно собирали денег. Но ни разу никто не вышел, элементарно деревья не окопал. Но какой смысл оплачивать? Я тоже себя, например, считаю уже за дурака. Получается, я оплачиваю в карман какому-то человеку, который за 20 лет ни разу ничего не сделал в нашем дворе. Оказать помощь жителям обещает и ОНФ Дагестане. Они будут следить за развитием событий и постараются использовать все рычаги, чтобы двор включили в список по благоустройству. На самом деле дворы нуждаются в благоустройстве, это очевидно. Но дело в том, что программа благоустройства уже расписана вплоть до 2022 года. И есть возможность у жителей данных двух дворов попасть в программу благоустройства на 2023-2024 год, что в принципе вполне реально. Думаю, что нам удастся убедить городские власти для того, чтобы включить эти дворы в программу благоустройства, привести их, что называется, в порядок. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.